Продолжаем информбюро. Стихия разбушевалась не на шутку. Сегодня караганзинцы столкнулись с небывалым ранее транспортным коллапсом. Движение в городе почти парализовано, но несмотря на это власти почему-то не вводят режим ЧС. В столице его объявили еще накануне. Наш корреспондент Людмила Батюшкина сегодня не смогла добраться до офиса. О том, что происходит в городе, она расскажет заметенных дорог. Видимость нулевая, скорость ветра 30, а местами 35 метров в секунду. Город просто завален снегом. Транспортное сообщение практически парализовано. Редкие такси, если соглашаются, подвезти, то втридорога. Семь автобусных маршрутов сегодня вообще не вышли на линии. Число автобусов на двух маршрутах сократили наполовину. Многие карагандинцы сегодня с утра не смогли добраться на работу, в том числе и я. С обеда остановки практически опустили. Автобусов очень мало, а те, которые приходят, выгружают пассажиров и отказываются ехать дальше. Объясняют, что дороги переметены и закрыты. Так что после обеда те, кому удалось попасть на работу, уже не могли вернуться домой. По городу и за его пределами много аварий. Департамент ПЧС и Акимат рекомендовали организациям сократить рабочий день. Полностью отменены занятия во всех школах и колледжах. Безобразие кругом. Природа нам дает очередное испытание человечество. Над этим надо задуматься. Видимости нету. Вообще невозможно ехать. Мы сами приехали с Микайловки. Едей добрались. Не знаем, как теперь назад поедем. Трассы закрыты по всем направлениям, но при этом власти Караганды официально заявили, что режим ЧС вводить не будут. Если бы это было сделано, можно было бы задействовать деньги из резервного фонда, привлечь войска. По данным синоптикам, к завтрашнему Луко-Уранске температура опустится до 26 градусов. Обращаемся к работодателям, чтобы максимально уменьшили время рабочее, для того, чтобы могли люди добраться до своих жилых домов. Просим максимально соблюдать меры безопасности. Многие магазины закрылись, потому что продавцам тоже нужно добраться домой. Некоторые горожане, не рассчитывая на транспорт, идут из центра домой пешком. Так что врачам, скорее всего, придется разбираться с обморожениями и переохлаждениями. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область.